Хотел сделать еще один шортс касательно численности армии республики, а именно почему их не могло быть не то что миллион двести, а даже сто миллионов. Но как итог, поводов оказалось чуть больше, чем я рассчитывал, заодно затрону еще кое-какие другие темы, которые напрямую к этому не относятся. Всем привет, с вами Гобз, и давайте разбираться опять в какой-то херне. Для начала касательно численности, я уже сделал наверное штуки 3-4 шортса по этому поводу, и все они говорили так или иначе, что армия не могла быть меньше полумиллиарда, хотя на самом деле я считаю, что она не могла быть меньше пяти миллиардов, но в идеале она должна быть больше десяти. Почему я склоняюсь именно к этому мнению? Потому что направлений было очень много, война велась на очень большом количестве миров, даже если предположим, что их было тысяча, тысяча миров, в масштабах галактики это не так много, то минимально на одно направление должен был уходить минимум один легион, это только что касается легионов, ну или хотя бы один батальон. А теперь представьте, что помимо этого нужны еще резервы в случае какого-то пиздеца, которые могут в любой непонятной ситуации прикрыть тот самый легион, который оказался в заднице, то бишь какой-то аналог сил быстрого реагирования. Соответственно численность там тоже должна быть немаленькой, даже если предположим, что эти силы быстрого реагирования делались не только из клонов, а допустим из планетарной обороны каких-то соседних планет, клоны в их составе один фиг должны быть. Причем клоны из командирского состава, потому что все это дело как-то надо координировать, хотя бы какое-нибудь промежуточное звено. Опять же численность допустим даже в 3 миллиарда это очень мало, получается что на каждую планету по легиону хватит только в случае, если направлений всего на всего 100. И это не считая элементов поддержки, флота и так далее. А если мы рассчитываем, что полей боя было примерно 1000, то минимальный состав только легионов должен быть не менее 16 миллиардов солдат. Допустим на планету отправляют не целиком легион, а батальон. В таком случае эту цифру мы можем сократить на 4. Получаем где-то 4 миллиарда. Опять же одну треть где-то выделяем на флот и получаем около 6 миллиардов. И это только в случае, если театров боевых действий было всего 1000. Ну соответственно с учетом боев в космосе около полутора тысяч. На самом деле тут я не учитываю еще один очень неприятный момент. Те самые злополучные резервы на случай пиздеца. И это еще не все. Вы ведь понимаете, что после того, как вы победите на планете, подразделение должно оставаться там, хоть в каком-то составе. Хотя бы на какое-то время. Ну как минимум, чтобы добить остатки противника. Но это только в случае, если планета была лояльна республике. А представьте, если эта планета не была лояльна и вы ее захватили. Соответственно на планете нужно оставить лояльный вам гарнизон. И он опять же должен состоять не только из добровольцев, а из клонов. В идеале он вообще должен быть только из клонов. Потому что это официальные войска, которые преданы республике. Грубо говоря, должно быть подразделение, которое выполняет полицейские функции. И его должно хватать на планету. А если этот мир производственный? Да, он меньше корусанта, но вы представляете, сколько бойцов там нужно. И вы не можете просто взять, вот вы врага добили и улететь оттуда. Нет, это так не работает. Планета просто возьмет и уйдет из-под вашего влияния. Ну и единственный результат, база Дельта-0. Так себе вариант, согласитесь. Иными словами, уже к озвученной сумме добавляете примерно 2 миллиарда клонов чисто для полицейских функций. Ну и соответственно к этой же сумме можно добавить тот самый энзю клонов. Ну то есть те самые подразделения, которые будут закрывать вашу задницу, когда все пойдет по одному месту. Скорее всего примерно такого же количества, сколько уйдет и на полицаев. И мы получаем уже 10 миллиардов клонов. Сейчас меня кто-нибудь спросит, откуда ты берешь такие цифры. А я говорю, я отталкиваюсь от количества театра боевых действий. Которые я конечно же условно придумал, потому что кто-то когда-то в справочниках упомянул о тысячах боев каждый день на разных направлениях. Поэтому я взял самое маленькое число, которое может подразумевать слово тысячи. А именно тысяча. И это я попрошу заметить. С учетом того, что на одной планете воюет не легион, а батальон. А боев в космосе вообще не может быть более 500 одновременно. Раз уж я упомянул флоты, давайте еще поясню немножко за них. Так уж вышло, что в справочнике по третьему эпизоду у нас есть точное количество винаторов над Корусантом. А именно тысяча штук. Вы думаете, они согнали все винаторы на Корусант? Ну скажем так, с точки зрения логистики это физически невозможно. В этом случае самый правдоподобный вариант, что согнали винаторы одного секторального флота. Максимум двух. Если верить некоторым источников, секторальных флотов было около 12. Но тут опять же есть один маленький нюанс. Над Корусантом была Армада Разомкнутого Кольца. А она была сильно больше, чем стандартный секторальный флот. Поскольку создатели справочников по Звездным Войнам, так же как и кое-кто другой, обожают цифру 4 и 2, мы можем предположить, что Армада Разомкнутого Кольца может быть больше стандартного флота либо в 2 раза, либо в 4. Допустим, в 4. Соответственно, среднее количество винаторов во флоте может быть около 250 машин, ну или если по максимуму 500. Даже если берем по минималке, получается чуть меньше 4000 винаторов. А полностью укомплектованный винатор это где-то в районе 10 тысяч душ. 7,5 из которых это только персонал винатора. Грубо говоря, по этим минимально крупным подсчетам, 30 миллионов клонов это только персонал винаторов. Конечно же, под конец войны не только клоны управляли винаторами, но в начале только они. Но ведь была еще масса других кораблей. Те же самые аккломаторы, где обслуживающий персонал это 700 клонов. Или победа, где экипаж это 5000 человек. Но побед во флоте было, конечно, не так много, и большую часть из них выкупил корпоративный сектор. А это где-то около 250 машин. Учитывая тот факт, что вышел он чуть ли не под конец войны, это впечатляющее производство. Этими цифрами я просто хочу показать, что на крупных кораблях республики было минимально под 50 миллионов душ. И в начале войны они состояли только из клонов. Грубо говоря, цифра даже в 100 миллионов клонов на флоте маловато. А это только флот. Все, что я вам сейчас показал, просто доказывает одну простую вещь. Клонов не может быть меньше 8-10 миллиардов. Просто потому, что иначе они бы закончились. Это самые минимальные подсчеты, которые, ну приблизительно, можно сделать, просто идя от обратного. Опять же, если театров боевых действий было всего 100-150... Да, цифру можно сократить на десяточку. То есть там миллиарда может быть, да и хватит. И на самом деле во всей этой ситуации виноват Лукас и те, кто писали справочники. У некоторых людей была гигантомания, а некоторые не могут считать числами больше миллиарда, грубо говоря. Ну и, конечно же, основная проблема почти всех выдуманных вселенных. Они просто не понимают, как ведутся боевые действия. Тем более, когда они масштабные. И не просто масштабные, а масштабные по размерам галактики. Банальное незнание ведения боя, неосознание огромных чисел, которые придумали просто в количестве планет даже. И большое количество ляпсусов Лукаса, которые он оставлял в своих интервью. Все это нам по итогу дает просто охерительный повод для срачей. Приведя все эти аргументы, могу сказать, что армия не могла быть меньше 8-10 миллиардов. А скорее всего, она могла быть даже больше. Возможно, даже в несколько раз. Ну а все проблемы происходят из-за того, что очень многие люди, которые пишут по Звездным Войнам, да и не только по Звездным Войнам, банально не знают, что такое война. Да какая война? Они не знают, что такое армия. А некоторые даже не знают, что такое государственный аппарат. Можете посмотреть на ту херню, которую делает Дисней в большинстве своих произведениях. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, я все читаю. Подписывайтесь на наш Дискорд. Наконец-то до него дошли руки. И если есть желание, можете поддержать на Donation Alerts. И не забывайте самое главное. Пьяный гоблин должен оставаться пьяным всегда. Особенно, когда лезет в очередные срачи и разбирает гребаный хренолор. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok